Нурсултан Абишевич Назарбаев, это бывший президент Республики Казахстана, оставшийся на посту чиновника, достаточно влиятельного чиновника. Я делала несколько лет о нём информацию, он болел, здорово болел. Из того, что я вижу, ему удалось всё-таки привести себя в порядок. Ну, когда деньги есть, связи, есть возможность лечиться, то, конечно же, возможно всё. Дорогие мои, сегодня будет анализ событий, которые происходят в Казахстане, напрямую связанные с Назарбаевым. Немножечко, возможно, я там матрица, хотя в матрице особо ничего хорошего я не могу сказать. Дать какие-то, давать информацию, которую я не приемлю. Видно сразу, что за человек. У него столько богатства, у него столько денег, у него столько имущества, что, наверное, нужно было бы каждому человеку или же представителю Казахстана в Казахстане. Вообще, какое-то подсудное хозяйство. Ну, давайте посмотрим, что и как у него происходит в Казахстане. Это именно 2022 год. Кстати, для тем, кому интересно, в плейлисте прогнозы для стран есть много прогнозов по Казахстану. Есть и месячные прогнозы на 2022 год, есть годовые. И буквально в начале года я попросила, вернее, сделала и разместила прогноз по Казахстану. Я это все предвидела, я об этом говорю. Не могу сказать сразу, что Казахстан просто так выглядит из ситуации, в которой мы уже попали. Это все зрело, это все долго-долго готовилось. Кем же это готовилось? Это готовилось самой вселенной. К сожалению или к счастью, такое тоже бывает. Ссылочки будут всплывать на 2021 год. Общий прогноз. Особенно, кстати, можете поискать еще декабрьский, декабрь 2021 года. Я там тоже говорю о начале ситуации, которая уже проигрывается сейчас. Но и 2022 год можете тоже посмотреть. Для Казахстана я это назвала маленькой смертью, потому что для того, чтобы все-таки не заблокировал YouTube. И вообще, чтобы это выглядело, как бы вам сказать, прилично, скажем так. Итак, Назарбаев. Давайте-ка мы посмотрим, что ж такого хорошего его ждет. Да, для него это период потери энергетики, потери денег. И этот период продлится до середины февраля. Затем он возобновится еще в июле месяце и закончится в конце декабря. Это потеря имущества, это непонятно, куда же засунуть в какой карман дворцы, которые есть. По большому счету, это маленькая смерть. И помимо этого, в этом же секторе, в секторе энергии, в секторе имущества, в секторе денег, у него находится кармический узел. То есть это все по карме. Ну, мог бы уйти раньше, хотя, с другой стороны, если бы он ушел раньше и не, ну, как вам сказать, ну, не было вот тех ситуаций, которые есть. Это колоссальное количество имущества, колоссальное количество денег. Ну, я просто-напросто поражаюсь. Может быть, эти кармические узлы прошли бы, но прошли бы они более мягко. Я пока дам на 2022 год. Хорошо? Пиковых таких по карме, по кармическим узлам нет данных, а вот по потере имущества есть. Это на ребре августа-сентября и ноябрь месяц где-то, я так предполагаю, может быть, где-то 10-11, то есть тоже середина ноября. То есть есть несколько пиковых дат, и они обязательно проиграются. Мы об этом узнаем. Для самого Казахстана могу сказать, что очень жесткий период с июля месяца по ноябрь, и дальше это будет продолжаться. На сегодняшнем этапе, а сейчас у нас 5 января, он не понимает, что с этим делать. В то же время он, знаете как, ну вот поддерживают, защищают его высшие силы. Я вам объясню, как это происходит. Люди, у которых есть знания, а у него есть знания, как правило, за таких людей борются низкие программы, то есть низкие силы. Почему? Потому что он их кормит. Он их кормит всеми теми законами, то есть тем, что где-то кого-то обижает, нелестно о кон-то отзывается. Вообще по своей энергетике человек достаточно по своему посылу жесткий, грубый. Ну и здесь, конечно же, вокруг него очень много таких существ питается. То есть он их кормит горем, слезами, здоровьем других людей, то есть народа, чтобы вы понимали. И здесь вот этот кармический узел, он тоже находится, пока кармический узел у него до середины февраля находится в том, как он понимает ситуацию, которая происходит. А вот со второй половины февраля этот кармический узел полностью уже перейдёт в сектор энергии и имущества денег, чтобы вы понимали, да? Что касается ситуации, которая происходит в самом Казахстане, то есть корни дом семья, то здесь, конечно же, уже давно ситуация идёт в проработке ситуации. Это подрыв корней. Здесь начинают пересматриваться авторитеты членов семьи. И даже не просто членов семьи тех, которые сейчас здравствуют от всех, а родителей даже Нурсултана Назарбаева. Он начинает проявлять диктаторские тенденции, не терпит никакого принуждения со стороны близких. То есть почему? Потому что всё-таки близкие люди, ну это может быть дети и жена, они всё-таки каким-то образом пытаются на него влиять. Проявляется властность, он может быть деспотичным по отношению прежде всего к своим людям, к членам своей семьи. То есть проявляется деспотизм, то есть он пытается, будет пытаться ставить их в какие-то рамки. Это желание перестроить, перестроить своё существование. Ну как понять существование? Собственный дом, квартиру, то есть может быть выбросить какие-то старые вещи. То есть здесь идёт смена места жительства, возможно, кстати. И это всё будет выбрасываться безжалостно. Безжалостно будет выбрасываться это не им, а выбрасываться теми ситуациями, которые происходят сейчас на фоне Вселенной, на фоне вот этих кармических узлов. Это некая такая... То есть представьте, как будто человек делает ремонт. Всё выбрасывается, красятся стены новой краской и так далее. Поэтому здесь есть тенденция или же указание на то, что может распасться семья, дом. И это может быть разрушено силами, не подвластными ему. Это может быть стихийное бедствие, война, революция, землетрясение. Ну, мы видим уже то, что происходит в Казахстане и то, что зрело, то, что тлело весь 2019, 2020, 2021 год. Ну и здесь, кстати, может, возможно, даже смерть одного из членов семьи или же даже самого автора, скажем, хозяина, то есть Назарбаева. Эта ситуация будет дома длиться практически весь год и уйдёт 23 год. Единственное... Ну, здесь, да, здесь много каких-то... Может быть, даже, кстати, и ранения какое-то. Может быть, даже и операция. И вот эти вот всё, что происходит у него, это может рассматриваться двояко. Я могу рассматриваться. Это потеря. Это те нежелательные события, которые могут принести. И отнятие, ограбление. То есть просто банальное разграбление. Это потеря имущества. Но здесь потеря имущества уже наблюдается, я вам даже могу сказать примерную дату, где-то середина января. А сегодня 5 января. То есть в середине января мы уже услышим, что где-то к обеду, может быть, плюс-минус пара дней, что, ну, вот там ворвались, может быть, в дом Назарбаева и разграбили, разнесли, побили. Ну, как уже сложится. Что касается в целом здоровья, то, конечно же, здесь хаос. Хаос в работе, в отношениях со служивцами. Ну, а при уходе с работы, при уходе с работы, я потом отдельно ещё коснусь работы, я буду по порядочку идти, да, может заложиться целый цикл скитаний в поисках работы. Это человек, который привык быть, ну, сказать, нужным хочется, но как-то это всё немножко по-другому вырисовывается, эта нужность. То есть он всё-таки привык, он хочет быть на виду, то есть он хочет быть, как он считает, полезным. Ну, конечно, на таких верхах и в России он желанный гость и так далее. У него очень много связано с Россией, но всё то, что связано с Россией, простите меня, пожалуйста, то, что я вижу, это больше личные контакты. По своей судьбе, по матрице, это человек меняло. То есть ты мне это, я тебе это. Ну, вот такие вот ситуации. Далее, у него просыпается в этот период интерес к оккультизму, склонность к психосоматическим заболеваниям. То есть психика будет разрушаться и будет разрушать его внутренний мир. Возможны проблемы с железами, труднодиагностируемыми заболеваниями. А у меня, опять же повторюсь, есть материал по нему, какой год, не помню. Ссылочка будет всплывать и в комментариях я её тоже дам снизу. Это период, когда у него действительно было некое раковое заболевание, заболевание крови или ещё что-то. Там что-то с костями было связано. И это тот период, когда ощущается крайняя чувствительность к медикаментам, к анестезиям. То есть здесь у него будет период, знаете, такой неряшливости, нежелания чего-то работать, отрицательный эффект на здоровье, работоспособность. Ну, вообще в целом это страх. Это нагнетание страха за здоровье, за всё то, что вокруг происходит. Где-то, ну, к концу ближе января у него появятся некие потери даже. Ну, вот единственное, что сейчас пока я не вижу, я потом в конце... Ребят, да слушайте, потому что я не могу как-то вот коротко тогда, я ничего не дам. Я даю не то, что дают все астрологи. Я даю то, что идёт по энергетике. Это работает лучше, чем всякая астрология. Поэтому у него здесь наблюдается практически весь год плохое здоровье, долги, потери и потеря работы. Ну, то, что падение авторитета, это понятно. Что касается партнёрских каких-то отношений, то они пока ещё вроде как бы, ну, может быть, до середины января сохраняются. Вроде как бы его, знаете, как говорят, судьба его как бы держит. Но здесь, к сожалению, угроза, как бы вам сказать, смерти в прямом смысле и в переносном смысле. Это энергия потеря и это потеря имущества. И потеря своего лица, то есть потеря репутации. И что касается в целом налогов судебных, то есть даже вот смерти, то здесь, конечно же, он не сам, вернее, он понимает, что делать. Он прекрасно знает, что можно уехать туда-сюда. Да, у него есть куда уезжать, но слишком много завязано на родовых корнях, на родовых связях. Поэтому, ну, это тот период, когда тоже кармический узел уже здесь начинает работать с февраля месяца. Уходит в 23-й год. И именно здесь идет, или же, здесь может быть двояко, ребят, или же это смерть его карьеры, смерть его имуществу, смерть всему тому, что он нажил непосильным трудом. Ну, вы же знаете, он не воровал, он честно работал, он столько лет президентом. Ну, давайте так будем рассуждать. Мы же его, я его лично за руку не словила, но имущества и денег у него очень много. И здесь все происходит, знаете как, очень быстро все. Это происходит, а он, кстати, по гороскопу рак, дайте-ка гляну, рак, рак, он рак. И здесь все происходит для тех, кто разбирается в астрологии по урану. Кстати, я набираю курс для обучения астрологии, он будет не сильно большой, но, правда, платный. Так что давайте. Если у вас есть тем более тяга, ну, единственное, что это стоит денег. Так, видите, как уже прорекламировалось, да? Может быть даже смерть, и причем смерть может быть внезапная от потери энергии или же от электричества, например. То есть вы смотрите, как интересно, да? Дальше. Что еще здесь у него может быть по партнерским отношениям? Партнерские отношения у него есть еще поддержкой, как я сказала, до середины января. Дальше этой партнерской поддержки у него не будет. Немножко там он все-таки найдет какие-то крючки, если можно так сказать. Ему начнут помогать. То есть чтобы он куда-то, может быть, уехал, может быть, еще что-то. Но то, что он, я не уверена, что он сейчас есть в Казахстане, но я посмотрю. Его, скорее всего, в Казахстане нет. Если его и держат в Казахстане, то вот эта кармическая ситуация, которая происходит, она связана только с родственниками. Вот с родом, да? Вот именно род его беспокоит. Надо род куда-то деть. Ну, родственников. А то род, род напутаем, да? В целом, в целом, в это время лучше в какие-то далекие поездки не пускаться, так как здесь может быть и опасность вдали от дома. Обычно, когда происходят вот такие знаковые ситуации, то здесь действительно лучше пересидеть дома где-нибудь в подвале. Хотя, хотя здесь, знаете как, я уже сказала, что такие люди, вот как Назарбаев, а это люди жесткие, люди хитрые, я их называю еще шулерами, менялами. У него это есть, кратенько, буквально чуть-чуть из его матрицы, да? То за них борются вот эти вот низкие темные силы. Но когда появляется опасность, и человек теряет энергию, начинает бояться, то эти темные силы, они, как правило, его издают. Ну, знаете как? Вот, да, знаете, вот, пожалуйста, на золотой каемочке. И здесь, конечно же, эти же темные силы, они его будут гнать из страны. Они его как бы пугают и манят, уезжай, у тебя же есть куда ехать. А там его могут ждать серьезные испытания. Кроме того, могут возникнуть какие-то императивные ситуации. Он может, например, лишиться вдали от дома всего, то есть от родины. Ну, вот такая ситуация, она будет продолжаться где-то до апреля. Ему все будет хотеться, хотеться и хотеться. Куда-то уехать, я имею в виду. После, это где-то до конца, до середины практически, до конца апреля это будет происходить. А дальше вот этот страх будет, знаете, как говорится, тут я боюсь за здоровье, тут я боюсь за свое имущество, борюсь за себя, боюсь. А уже с конца апреля, кстати, апрель месяц и в России, и Беларусь, Россия, Беларусь, Казахстан, они тесно завязаны вот на таких событиях, которые происходят сейчас в Казахстане. Беларусь, Россия, немножко там будет вроде как мягче. И вернусь к Назарбаеву, уже с конца апреля вот этот страх, вот это желание, уже будет прорабатываться сектор карьеры. Да, там есть убытки, там есть попытки что-то сохранить еще благодаря своим связям, да. Ну, а что, его же никто еще не снял. То, что там кто-то кричит, он считает, что страх есть, конечно, и он прекрасно это понимает. Но здесь именно с конца апреля может происходить обольщение властью, может быть, превышение власти, особенно если все-таки он еще останется у должности, а он еще так будет номинальный, хотя, может быть, он и сложит вот эти полномочия. Я еще такая его сделаю. И, знаете как, здесь по-другому будет, какие силы его ведут, что, нужен ли он вот этим силам, которым он служил. Если вы не понимаете, о чем, начните сначала смотреть, станет понятно. Дальше, что может быть в худшем случае? Может быть, потеря репутации, как я раньше говорила, общественный скандал, потеря работы, гонения со стороны вышестоящих сил. Ну, а для тех, кто служил злу, это достаточно, может быть, предоставлен широкий спектр возможностей. В каком плане? Это может быть применена какая-то сила физическая, но то, что будут не совсем хорошие ситуации и кто-то пострадает, это однозначно. Это однозначно. Что касается закрытия границ, открытия границ для него, да, насколько ему разрешено покидать страну, то я вам скажу так. Страну он не покинет. Сейчас я вам скажу закрытый пути у него выезда, начиная с третьего числа по... Ну, там есть такое, знаете, всегда есть некая лазейка. Всегда есть некая лазейка. Так, 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 так. Ну, есть лазейки у него, и он может выскользнуть. То есть, знаете, как говорится, легли все спать, кругом был туман, проснулись, туман остался, а человека нет. Поэтому, если говорить в целом, то с третьего числа по двадцать шестое граница для него закрыта. Но есть у него лазейки. Почему, когда, вот иногда у меня просят сделать прогноз, я хочу поехать отдохнуть туда-сюда, а там границы закрыты, и у нас границы закрыты. Смотришь, а у человека есть лазейка. И говоришь, а вот идите, можете брать путевку на такое-то число, вы обязательно в этот момент уедете. Оттуда вы можете уехать в такое-то число. И действительно это работает. Потому что вселенная очень редко, очень редко судьба закрывает все дороги. Поэтому здесь хочешь, не хочешь, а как бы получается, что есть некая поддержка. Что касается в целом, в целом всего года, то для него граница как бы конкретно закроется где-то с середины февраля до конца апреля. До конца апреля. Если он, конечно, не уедет раньше до конца, где-то до числа. До числа, до числа сейчас, мои хорошие. До 17-го где-то февраля. Потому что есть, есть там лазеечки, есть какие-то там такие, знаете, моменты, когда он может уехать. Ну вот назвала, я не люблю обычно такие вещи говорить, потому что, как правило, люди часто этим пользуются. Что же происходит? А происходит следующее. Происходит кармическая проработка на духовность, происходит инспекция. Инспекция происходит, обнуление. Особенно таким обнулением может быть вот тот период, который есть. А ещё он может попытаться, он может попытаться. Я думаю, что даже может быть арест где-нибудь конец апреля, май, июнь. Там жёстко будет как бы всё становиться. Но это может ещё быть и связано с какими-то проблемами дома, корни дом, семья. Там, где с имуществом это однозначно, это будут какие-то экспроприировать будут, да, именем революции. Но я боюсь, чтобы там ещё и не сожгли вот что. Чтобы не разграбили, потому что это очень-очень сильно проигрывается в его судьбе. Но самое главное, что здесь я, вот хочется сказать, я не понимаю, как он это всё переживёт. Вообще, если брать судьбоносную жизнь, вот судьбу, например, такие судьбоносные события. Вот пройдёт лет 5-10, и у него спросить, ну как, ну если он будет жив, конечно. Ну как, вот расскажите, да, всё нормально, вот это потерял, это потерял, это потерял. Да, заболел, но у меня там то-то, то-то, то-то было. То есть, по большому счёту, оставить Назарбаева без штанов, дорогие мои, невозможно. Вот такая вот получается ситуация. Да, будет болеть, будет переживать, будут психологические, психические, нервная система будет не к чёрту. Что касается карьеры, то сложновато будет где-то, как я говорила, до конца. Но такое впечатление, что он может выехать и где-то руководить со стороны. Почему? В целом, по Казахстану, посмотрите мой прогноз на 22-й год. Вот 21-й можете посмотреть, насколько я говорю о том, что ещё не пора, что вот к концу года, 21-го в декабре что-то начнётся. И уже в начале января 21-го это будет раскручиваться, разворачиваться. Так вот, это всё готовилось, готовилось, готовилось. И в целом люди, которые... Ну, это ситуация жуткая. Это всё равно, что вы сидите дома, а рядом бомбы рвутся. Поэтому здесь сложновато какие-то попытки купить, где-то что-то закончить, завершить, вывезти. Они у него, конечно же, будут. Очень хорошо прослеживается в мае что-то он может с имущества, может быть, вывезти. В марте будут попытки. И далее в октябре чётко всё будет происходить, да, по родовым корням, по имуществу, что он имеет. Ну, а в целом я хочу сказать, что всё будет делаться... Как я сказала, легли спать, ливень, туман, не видно низги, как говорится, проснулись, нет ни того, ни этого, все убежали. Так что вот такая вот ситуация. Дорогие мои, это был кратенький обзор 2022 года. 2023 год я немножко дам вам чуть-чуть позже. Договорились? Пожалуйста, подписывайтесь, пишите о ситуациях, которые у вас происходят. Ну, а я буду делать вам прогнозы далее на каждый месяц. Удачи!